Вооруженные силы Украины и другие украинские военные формирования продолжают обстрелы территории Луганской и Донецкой народных республик. Интенсивность и жестокость массированных прицельных артиллерийских обстрелов украинских силовиков из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, по невоенным целям только возрастает. Уничтожаются жилые дома, поликлиники, школы, газопроводы, водопровод, разрушаются другие объекты гражданской инфраструктуры. Число раненых и жертв среди мирного населения неумолимо растет ежедневно. Очевидно, что украинские силовики действуют умышленно с целью убийства и причинения вреда неограниченному кругу лиц, при этом пренебрегая нормами международного права. В действиях украинских силовиков усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. В связи с этим российским следствием возбуждаются уголовные дела. Стоит сказать, что такие преступления являются серьезнейшим нарушением норм международного права, в частности, положений Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и дополнительного протокола 2 к ней. И у российского следствия есть все основания для расследования таких преступлений. Добавлю, что по решению председателя Следственного комитета в Центральном аппарате ведомства создан штаб по координации работы, связанной с документированием совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР. Его ключевой задачей определены сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководствам Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для придания виновных лиц суду. В каждом подобном случае будут предприняты все необходимые меры к установлению причастных к преступлениям лиц и привлечению их к ответственности.